В топ-200 лучших школ в России вошли сразу две школы из Чувашии. 44-ю строчку престижного рейтинга занял Чебоксарский лицей номер 3, а 167-ю – гимназия номер 5. Топ-200 составляется агентством РАЭКС. Его цель – определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов России. Всего были обработаны сведения о поступлении более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ. Готовность школ к новому учебному году проверили полицейские. Сюжет наших коллег из пресс-службы МВД. Здравствуйте. Старший инспектор по делам несовершеннолетних, отдела полиции номер 5, Татьяна Владимировна Тверсова. Мы сегодня проверяем готовность школ 1 сентября. Хотим проверить, работает ли у вас тревожная кнопка полиции, видеокамеры. Все школы и детские сады Чебоксар проверены на безопасность. Уже завтра там пройдут торжественные линейки, а накануне их посетили сотрудники полиции. Все образовательные учреждения города оснащены системой видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова полиции. Обновлены планы эвакуации и схема оповещения. На особом контроле антитеррористическая защищенность. Полицейские проверили наличие в образовательных учреждениях города, наглядной информации, стендов и тематических памяток. Ежегодно нами сотрудниками полиции проверяются все образовательные учреждения на предмет готовности к новому учебному году. Все школы проверены. Во всех школах имеются камеры видеонаблюдения, заведены паспорта безопасности. Инспекторы по делам несовершеннолетних контролируют не только готовность школ, но и самих учащихся. В особенности детей из так называемой группы риска. Есть такие дети, которые не подготовлены к новому учебному году. Таких детей мы помещаем в социальные центры и, конечно же, проводим работу с родителями по готовности детей к новому учебному году. Инспекторы БДН посетили семьи, которые по разным причинам состоят на учете в полиции. Стражи порядка проверяют, готовы ли дети к новому учебному году, наличие необходимых школьных предметов, одежды, а также продуктов питания. Особое внимание уделяется работе с самими родителями. Ведь в большинстве семей мама или папа злоупотребляют алкоголем и порой забывают об исполнении своих родительских обязанностей. С началом учебного года встречи инспекторов БДН с подучетниками будут продолжены. Безопасной должна быть не только школа, но и ее территория. Сотрудники госавтоинспекции уделяют особое внимание наличию предупреждающих знаков вблизи образовательных учреждений, а также состоянию дорожной разметки и наличию ограждений. Характерные недостатки, которые выявили инспекторы дорожного надзора, это отсутствие горизонтальной разметки 1.14.1, то есть пешеходного перехода, отсутствие искусственных неровностей, отсутствие дублирующих дорожных знаков. По выявленным недостаткам были составлены акты. Также дополнительно было принято решение возле 12 общеобразовательных школ города поставить светофоры на нерегулируемых пешеходных переходах. Начинающим школьникам предстоит осваивать не только правописание и математику, но и основные правила дорожного движения. Для этого в каждой школе должны быть предусмотрены тематические стенды. Мы рекомендуем родителям в первый год обучения обязательно провожать ребенка в школу и встречать из школы. И проходя по маршруту дом-школа-дом, нужно обязательно обсудить опасные места и показать ребенку, как и где ходить нельзя. В целом все проверки показали, что школы города готовы достойно встретить учащихся. А их безопасность и порядок в праздничный день обеспечат сотрудники полиции, которые будут дежурить на всех площадках, где пройдут торжественные линейки и массовые мероприятия.